Так вот, и об этом-то, собственно, в том числе сокрушается и лизн, говоря в том числе, он очень не любит торгашей, он очень не любит эту свирепую жадность, потому что свирепая жадность присуща, конечно, далеко не только этим бунтующим быдланам, но и торгашам. Но вот тут конкретно у Ивана Александровича вкрадывается ошибка, правда, не логическая, а это ошибка эмпирики, ошибка наблюдений. Он же когда писать-то начал, по большому счёту, в начале XX века, т.е. он чуть-чуть не успел до революции, всё-таки он довольно молодой, так того времени был, а он эмпирически не выявил вот чего, а именно, что с 1861 года вообще-то всю монархическо-охранительскую риторику оплачивали буржуи те самые, потому что страна-то стремительно капитализировалась, и деньги-то в основном все были у буржуев или... Они должны были повинуясь чувству ранга и их смело отдавать благородным рыцарям. Так они их и отдавали. Правильно? Делали это и не заслуга даже твоя никакая, это просто обязанность. Видишь ли? Это, конечно, их обязанность, но они как-то очень странно буржуи трактовали свою-то обязанность, потому что деньги не отдавали, т.е. их просто купили в итоге. И самого-то Ильина, как идеолога монархизма, его тоже оплачивали буржуи. Вот в чём дело. Ну а где бы они в России нашли какие-то небуржуйские капиталы к началу XX века? Причём хуже того, это были не просто буржуйские капиталы, а процентов на 70-75 ещё и иностранные буржуйские капиталы. Вот в чём дело. Вот, поэтому вот поронил их внутри себя Ильин довольно плохо, потому что там у них вместе есть только то, против чего они, а конкретно они против коммунизма. И вот тут конкретно они в философии Ильина вот так вот на этом довольно тонком стержне слой Зинины.